Здравствуйте! Это новости на Дону. В студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Именно он пальнул с Авроры. Сигнал к началу Октябрьской революции дал дончанин Евдоким Огнев, похороненный в Веселовском районе. Выстрелили холостой удар и дали понять нашим, что нужно уходить оттуда. Рядом с дзюдо и самбо, борьба на поясах и рубка шашкой. Первый этнофестиваль народных боевых искусств. Вместо привидений исторические личности нескольких веков. Ночь искусств в музее краеведения. Увидеть вживую. Совсем не то же самое, что в книге прочитателей, даже по телевизору. Ровно сто лет назад, в 21.40, по сигналу из Петропавловской крепости, в сторону Зимнего дворца, где заседало Временное правительство, выстрелила холостым корабельная пушка крейсера «Аврора». И сделал этот залп донской житель. В хуторе казачий хомутец Веселовского района похоронен тот, кто выстрелом с «Авроры» дал сигнал началу Октябрьской революции. Это был комендор, то есть матрос-артиллерист Евдоким Огнев. Через несколько месяцев после восстания, в апреле 1918-го, он был предательски убит в Маноческих степях. Памятник кому, ребята? Огнев. Огнев. Кто такой Огнев? Командир крейсера «Авроры». Командир орудия крейсера «Авроры». Умница. А что это орудие сделало? Они направили свое орудие на зимний театр, выстрелили холостой удар и дали понять нашим, что нужно уходить оттуда. Подробнее о революционных следах на Донской земле – репортаж Татьяны Бочаровой из Веселовского района в нашем вечернем выпуске. В красные революционные цвета окрасился Ростовский театр Горького. Коммунисты Ростовской области отпраздновали столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Сначала участники торжественного мероприятия все вместе спели государственный гимн, музыка современная, слова те, что были при Советском Союзе. С приветственным словом на трибуну вышел лидер донских коммунистов и напомнил соратникам о закономерности октябрьских событий 1917 года. В октябре 1917 года партия Ленина получила поддержку всей трудовой России. Большевики сумели выразить политическим языком глубинные чаяния народа. Лозунг «Мир народа», «Землю крестьянам», «Заводы рабочих», «Хлеб голодным», «Власть Совета» полностью соответствовала духу того времени. Почетными медалями и подарками наградили донских писателей и поэтов. Несколько десятков молодых людей и девушек приняли в Комсомол. Новые члены Компартии из различных районов области получили партбилеты. Завершилось торжество праздничным концертом. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Фанкировка казачьей шашкой, борьба на поясах, армянский гураш, калмыцкая борьба. Тут же классические дзюдо, самбо, тхэквондо. И все это в сопровождении национальных танцев. Фольклорно-этнографический фестиваль спортивных и боевых искусств народов России провели в Ростове ко Дню Народного Единства. Праздник начался уже в фойе Дворца спорта. Автографы раздавали олимпийские чемпионки по гандболу, заслуженные мастера спорта. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Выступают первыми хозяева, дончане. Подзаводные песни казаки показали, что такое рубка, бой с шашками на кинжалах и на гайках. Слава! Слава России! Великой Гитаре! Слава России! Народу слава! 20 лет мы возрождаем наше национальное боевое искусство в формате современного спорта. Много что достигли. Мы проводим соревнования, спартакиады, у нас есть нормальные спортивные дисциплины. А самое главное, всё, что мы делаем, мы делаем в казачьей традиции и используем для военно-патриотического воспитания казачьей молодёжи. А это традиционная армянская борьба «Гураш». Соперники стараются сделать захват руками не ниже пояса. Для победы нужно бросить соперника на спину и стать коленом ему на грудь. Показательные выступления по самбо от представителей Волгоградской области и Адыгеи. На ковёр, татами или помост выходят и начинающие спортсмены и чемпионы. Это будет такой толчок для многих, которые придут сюда посмотреть. Они посмотрят, как это красиво со стороны самообороны без оружия получается. И многих это по-любому заинтересует, и они придут в этот вид спорта. Когда мы всё-таки вместе, мы сильная страна. Когда мы все будем вместе? Мы не разделяем друг друга по национальности. Тем более у нас в республике Адыгея огромное количество людей разных национальностей. И команды состоят из русских адыгов, грузинов, азербайджанцев. То есть много. Поэтому для нас, как для нашей республики, единение – это принцип жизни. Фольклорный этнографический фестиваль спортивных и боевых искусств народов России на Дону устроили впервые. И многоциональность региона обещает ему успешное продолжение. Спортивное единоборство национальное – это часть национальной культуры. Поэтому очень важно знать культуру каждого народа, чтобы с уважением относиться друг к другу. Много детей из-за далека славу Дону принесли. Елена Ребжанова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Дать вторую жизнь историческим фотографиям предлагает член Общественной палаты России Леонид Шафиров. Конкурс описания событий на снимках проводит Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи. Цель – создать фотолетопись Донского региона и восстановить важные моменты истории, в которых участвовали почетные граждане. Кроме фотографий, предполагается, что будут предоставлены конкурсантами описания фотографий. Это не просто кто слева направо изображен на фотографии, но и когда это было, кто фотографировал. Может быть, комментарии тех, кто запечатлен на фотографии, очевидцев этого события. Лучшие снимки войдут в третий, заключительный том книги «Галерея славы почетных граждан городов и районов Ростовской области». Издание выйдет в конце этого года. Еще один проект – социальный марафон. Конкурсантам предлагается провести мероприятия с участием почетных граждан или посвященных им. Подробности на сайте Ассоциации почетных граждан. Научить не растеряться в опасной ситуации и правильно из нее выйти – основная цель уроков ОБЖ. Обязательным школьным предметом основы безопасности жизнедеятельности стали в 1991 году. Пригодятся навыки ОБЖ и студентам, чтобы обезопасить себя в будущей профессии. И даже в творческой, как у студентов Ростовского художественного училища имени Грекова. Обучаясь на скульптурном отделении, работая с достаточно профессиональным оборудованием, очень важно знать то, как правильно с ним обращаться. Как правильно обращаться с материалами, как правильно обращаться с макетными ножами, которые очень часто могут то выпасть из рук, то вы как-то неловко проведете рукой и можете задеть своего соседа или самого себя и перечинить себе вред. Подача материала в училище идет в три этапа – теория, практика и анализ усвоенного. Первые курсы сперва воспринимают с улыбкой, но потом на втором-третьем курсе это уже выходит до автоматизма. Ребята уже, независимо от того, в каком корпусе они занимаются, они знают, в какую сторону выходить, где собираться и так далее. Курс ОБЖ должен сформировать у детей и молодых ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. Казаки разных эпох, повоевавшие с турками и наполеоном, гуляли поздним вечером по областному музею краеведения. Такую возможность им дала Ночь искусств, а японцы в это время приглашали гостей на чайную церемонию. Казаки и Великоросс 17 века встречают ночных посетителей музея народной казачьей песни для встречи гостей. И открывают окно в историю, в котором можно увидеть осадное сидение или Отечественную войну 1812 года. 30 исторических личностей вспоминали и показывали, что было на Дону в последние несколько веков. Увидеть вживую. Совсем не то же самое, что в книге прочитать или даже по телевизору. Увидеть вживую, посмотреть, пощупать, потрогать и так далее, что у нас люди особенно любят. Ко дню Народного единства в Ночь искусств открылась выставка костюмов и вещей народов Дона. Этот костюм корейского мальчика очень важен. В красивый и дорогой ханбок ребенка одевают по праздникам с первого дня рождения. Одежда, оружие, украшения скифов, сарматов, русских и японцев выставлены из фонда музея. Остальные дали диаспоры. На Дону с древнейших времен люди жили в мире из согласия. Мы этой выставкой хотим показать, что до сих пор, несмотря на то, что у нас разные лица, разные языки, мы все понимаем и благодарно, наверное, воспринимаем культуру других народов. Познакомиться с японской культурой можно было и на чайной церемонии. Это целый ритуал медитации. У него больше сотни видов. А в эту ночь показали неофициальную церемонию с подносом. Это как своего рода театр. И от поведения хозяина очень многое зависит. То есть, в каком он состоянии будет делать чай, такое состояние будет передаваться гостям. Во время церемонии не разговаривают. То есть, можно поговорить до начала, либо в конце, после завершения всех действий. Вот именно поэтому она проводится в молчании, чтобы гость мог насладиться журчанием воды. Сначала хозяин проводит ритуал очищения посуды. Затем ритуал приготовления чая. Когда гость пробует чай, он осматривает чашу, рисунок и цвет которой несут в себе особый смысл. Нарисована, например, елочка, значит, тебя поздравляют с Новым годом. У каждой чаши есть свое лицо. И важно подать ее именно лицом к гостю. Евгения Слинкина, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 18.30. В студии была Дарья Шулик. До встречи.